Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Человеческому цинизму нет предела. Может быть вы не знаете, если еще не знаете, я вам сообщаю. Алсу не пустили на голубой огонек. Эрнст так и не простил того позора, который пришлось пережить первому каналу. Ну, собственно говоря, и людей не хотели гневить, потому что вы сами понимаете, какое будет отношение. То есть Алсу, в принципе, вычеркнули из списка тех артистов, которые могут участвовать в каких-то голубых огоньках или каких-то таких вот новогодних мероприятиях. А на секундочку, для артистов это очень важно, потому что они знают, что всегда это смотрят, ну, все, без исключения практически люди. Сейчас, на самом деле, процент смотрящих телевизор уже просто, мне кажется, упал до невозможности, потому что смотреть нечего, нечего. Тем не менее, Алсу не пустили ни на первый канал, ни на второй. Но мне сообщили, это позорнейшее абсолютно известие, я считаю, мы должны все подвергнуть немедленному, всеобщему, значит, общественному осуждению в комментариях, чтобы все это видели и знали. Итак, 10 января 2020 года, то бишь 10 января этого года, нового года, в 23.30, подумайте, что за время, полдвенадцатого ночи по московскому времени, это значит, что в регионах, ну, например, в Сибири, плюс 4, плюс 3, на Урале, плюс 2, будет уже ночь, то есть смотреть никто это не будет. Тем не менее, 10 января 2020 года, в 23.30, на телеканале НТВ пройдет шоу-фестиваль «Не молчи», певицы Алсу. Какое название? А название хэштег «Не молчи», можете себе представить? То есть, вы помните, как Алсу, когда все о голосе говорили, и о том, как они оболванили всю страну, она сказала «Вы гиены, закройте рот нам, людям», а сейчас шоу «Не молчи», вы можете себе это представить? Но, справедливости ради, нужно отметить, что это шоу, вообще-то, значит, шоу, оно прошло еще в, значит, в восемнадцатом году, еще в 2018 году это шоу прошло, в конце 2018 года, в ноябре, и только сейчас его покажут по телевидению. Видимо, в прошлом году, в 2019, наверное, должны были показать, но так как весной все это случилось, никто не решался показать в эфире, потому что, ну, телеканал просто заклевали, заплевали, и, извините за уважение, заблевали бы просто телевизор. В данный момент времени, видимо, первый канал, второй канал, ну, не решится показывать концерт Алсу, понимаете, в чем дело. Но, значит, НТВ удалось, удалось занести, видимо, удалось занести, сколько нужно, тем более показывать будут полдвенадцатого, видимо, договорились так, чтобы народу смотрело как можно меньше. То есть, хоть кто-то пусть увидит, понимаете, ведь в чем идиотизм-то этого? В том, что люди даже увидеть не смогут, потому что они будут спать. Но это амбиция Алсу, что нужно, чтобы ее концерт показали по телевидению, потому что ее все отфутболивают, новогодний огонек отфутболили, да? То есть, подружки поют, а она это, и как это так, и вот хоть, так сказать, по НТВ целый концерт мой, ночью, когда все будут спать. Значит, может, она все нам транслировать будет, но мы не забыли, как вы называли Алсу, так сказать, гиенами нас всех, да? А на секундочку, не мы своим детям накручивали голоса, и группа АЭБ подтвердила, что накрутки были, да? Значит, и кто еще был заинтересован, кроме как не родители Микел, да? Значит, я считаю, что нужно подвергнуть всеобщему осуждению. И, значит, я хочу сказать, что фан-клуб безумствует от счастья Алсу, что будет ее концерт и покажут. Я считаю, что когда показывают концерт артиста, артист несет в массы некую энергию, некий посыл, некие нравственные ценности, когда люди смотрят этот концерт, слушают песни, стихи, музыку, и что-то меняется в них в лучшую сторону. Иначе творчество для чего оно еще нужно, да? Значит, в данном случае, если у нас у всех певица Алсу ассоциируется с чем? С предательством, обманом, подкупом, со всеми самыми низменными абсолютно, значит, качествами человеческими. Еще самое главное, обливать грязью народ после этого, людей, народ обливать грязью, который встал, поднялся, сказал свое веское слово, что нет, нет обману, нет обману, когда хотели в прямом эфире просто развести нас, только благодаря вам, вашему всеобщему осуждению общественному, далее, так сказать, и Эрнсту пришлось раскошелиться и дать по миллиону каждому финалисту. А, кстати говоря, Микела Абрамова не финалист, не питайте иллюзий. Ее победа была официально аннулирована, она не является финалистом голоса Дети. Значит, и вот это шоу с хэштегом, тем более, не молчи, я считаю, это просто вызов обществу и вызов людям. Что значит не молчи? Откройте нам чат или что-то еще, мы не будем молчать. Это, вы знаете, вот не молчи, это попытка, я работал, я знаю, что это такое, не молчи, это попытка снять общественное напряжение. Якобы не молчи, вырази, так сказать, свое, у нее есть песни, не молчи, но это созвучно все, можно было по-другому назвать, да, но это попытка снять общественное напряжение. Якобы не молчи, выражайте ваше мнение, выражайте, понимаете, то есть попытка дать возможность людям сказать, но мы сказать все равно нигде не сможем, а хренатень это пройдет. Я считаю, что это вызов обществу, я считаю, что мы должны бойкотировать это все дело, я считаю, что самое главное, мы должны написать телеканал НТВ во все соцсети телеканала НТВ повсюду, что 10 января 2020 года в 23.30 пройдет не концерт Алсу, не молчи, а пройдет просто-напросто проплаченная акция, пиар-акция. Она не могла, лезла на, значит, ютубовские какие-то, Тодоренко там в грязи заморалась, потом не могла отмыться своими публикациями, что якобы Алсу с утра отказалась говорить на какие-то там темы, потому что все спрашивали, а что вы о голосе-то у нее не спросили, ничего. Она пришла, сейчас сидела в голосе, самое главное для людей, то есть что не для людей проводится, понимаете? Мы устали, что нас оболванивают, мы устали, что нас не слушают, мы устали, что нас считают забыдло, мы устали, что мы не можем высказать свой голос, мы устали, что от нас в этой стране ничего не зависит, мы устали, что богатеи делают, что хотят, мы устали, что мы не можем пойти на выборы и проголосовать за того, за кого мы хотим. Мы устали терпеть все это. Мы устали жить в такой стране. Мы устали жить в такой стране, где вы богатее делаете что хотите, покупаете что хотите. И даже телевизионные эфиры, блогеров и что угодно. Мы устали, мы требуем свободы. Мы требуем жить в другой стране. Мы требуем, чтобы богатее не покупали телеканалы и не показывали людей там, которые покупают своим детям победы в прямом эфире и разлагают общество. Мы требуем правды, мы требуем всего для народа, мы требуем, чтобы народ мог влиять на все в этой стране. Это чудовищно то, что делается, это абсолютно чудовищно. Я призываю вас резко осудить это, это ужасно, это просто ужасно. Подписывайтесь на канал, кому нравится, ребята. Всем пока, до встречи, только за правду, только за народ, только за истину.